Голубые воды Гавайев привлекают любителей подводного плавания со всего мира. Однако то, что происходит под водой, вызывает большое беспокойство. Коралловые рифы, благодаря которым Гавайи знамениты, находятся под угрозой исчезновения. В то время как океан теплеет, а уровень кислотности воды повышается, кораллы обесцвечиваются с невиданной для учёных скоростью. Специалисты из Гавайского института морской биологии спешат найти решение, пока не стало слишком поздно. «Я не знаю, сможем ли мы действительно вырастить кораллы, которые будут способны жить в условиях будущего. Сейчас я не уверена, но собираюсь сделать всё, что в моих силах». Этот залив – один из наиболее пострадавших. Учёные находят ещё здоровые кораллы, откалывают их и доставляют в лабораторию. Здесь кораллы подвергаются воздействию более тёплой воды с повышенной кислотностью, но их состояние постоянно контролируется. Такая техника называется «принудительная эволюция». Самые выносливые кораллы помещают в самую экстремальную среду. Те, которые смогли адаптироваться, должны будут передать свои свойства будущим поколениям полипов. «Наша цель – создать банк таких кораллов, которые смогут выжить в океанической среде будущего». Эти суперустойчивые кораллы вернут в залив в начале следующего года. В июне на проект выделили 4 миллиона долларов. Однако даже с наличием финансирования задача очень непростая. Как ожидается, в этом году по всему миру может погибнуть от 10 до 20 процентов коралловых рифов. На Гавайях кораллы обесцвечиваются уже второй год подряд. Ситуацию усугубило усиление явления Эль-Ниньо. «Этот проект – большой шаг в правильном направлении. Но найти решение можно, только увеличив инвестиции и активизировав исследования». Эль-Ниньо – это колебание температуры поверхностного слоя воды в Тихом океане в районе экватора. Оно оказывает влияние на климат всей планеты. В прошлом году температура воды повысилась до рекордной отметки за последние 75 лет.